Приветствую всех любителей фигурного катания. В ближайшие минуты о главных событиях дня. Этери Тутберидзе, Даниилу Глехингаузу, Сергею Дудакову, Александру Жулину присвоена категория тренера высшего национального уровня. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России со ссылкой на решение аттестационной комиссии Федерации фигурного катания России. Также данные категории присвоены Петру Дурневу, Сергею Доброскокову, Ирине Жук, Владиславу Жавнирскому, Нине Мозор, Сергею Рослякову, Ольге Рябининой, Александру Свинину, Алексею Тихонову и Владиславу Фомину. Категория тренера высшего национального уровня может быть присвоена специалистам, которые в течение последнего олимпийского цикла подготовили участников Олимпиад, чемпионатов мира или Европы, финала Гран-при, победителей или призеров чемпионата России, юношеской Олимпиады, чемпионата мира среди юниоров, финала серии Гран-при России. Под критерий также подходили тренеры Кирилл Довыденко, подготовивший Андрея Мозалева и Вероника Дайнека, работающие с Петром Буменником. Михаил Коляда обратился к болельщикам и объяснил, почему пропустят чемпионат России в текущем сезоне. «Дорогие болельщики, к сожалению, в этом году я пропускаю чемпионат России из-за болезни. Был грипп, который спровоцировал у меня синусит. Сейчас продолжаю лечение и в скором времени вернусь. Спасибо всем за теплые слова поддержки», — написал Коляда. Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал информацию о том, что Михаил пропустит чемпионат России из-за болезни. «Это очень обидно, но я думаю, что ничего суперстрашного ни для Коляды, ни для чемпионата России не случится. Просто обидно, что такой спортсмен пропускает чемпионат России», — рассказал Жулин. Российские фигуристы Елизавета Куликова и Федор Зонов победили на российско-китайских молодежных играх. Отмечу, что Федор за несколько дней до старта турнира заменил Владислава Дикиджи, который получил травму. Получается, Федор даже вообще не должен был выступать на этих соревнованиях, а в итоге принес России золото. Российские фигуристки в третий раз в истории молодежных игр России и Китая заняли весь пьедестал. Елизавета Куликова стала победителем, второй стала Таисия Щербинина, Екатерина Анисимова завоевала бронзу. Россияне произвели в Китае настоящий фурор, огромное преимущество и уверенное катание вылилось в абсолютное доминирование в итогах соревнований. Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков лидируют по итогам коротких программ. Танцевальный дуэт Анна Щербакова и Егор Гончаров лидируют после ритм-танца. Артем Грицаенко, выступающий в паре с Елизаветой Осокиной, рассказал об атмосфере на российско-китайских молодежных играх. Пандемийные правила в действии, тесты мы сдаем почти каждый день, ходим в масках и соблюдаем дистанцию. Передвигаемся только по гостинице и арене, ездим на трансфере. Гулять не разрешается, и вообще все улицы пустые, мало русскоговорящих китайцев, поэтому приходится общаться с ними либо на пальцах, либо через переводчик. Зато обстановка обычная соревновательная, все хорошо организовано, мне в целом нравится, сказал фигурист. Российский фигурист Илья Яблоков рассказал о восстановлении после травмы колена. В августе Яблоков получил разрыв мениска на тренировке. Ничего не предвещало беды, у меня никогда не болели колени, даже в подростковом возрасте, когда многие ребята мучаются со шлятерами. И вот приземляюсь с Риттбергера нормально, чуть ниже, чем обычно, начинаю вставать и слышу характерный хруст. Чувствую, что колено проседает вниз, пытаюсь встать, снова хруст, и я падаю. Подъезжаю к тренеру, говорю, что не могу наступить на ногу, колено не выпрямляется. Мы приложили холод, последили за ним, колено не опухло. Никаких признаков, кроме резкой боли, которая прошла. Осталось неразгибающееся колено и небольшое покраснение. Как я теперь уже знаю, это характерно для разрыва мениска. Съездили на МРТ, разрыв мениска третьей степени показана операция. Какое-то время искали хирурга, нашли. Пока искали, сделали еще один рентген, по которому все было не так однозначно. Мне сделали укол в спину, я не спал, только ног не чувствовал. Мы с хирургом обсуждали, что будем делать. Он развернул ко мне монитор и все показывал. Было два варианта, сшивать мениска и ждать, срастется он или нет. Долгое восстановление в шесть месяцев, вообще нельзя нагружать колено. Либо второй вариант, отрезать кусочек мениска, сделать резекцию и иметь возможность выйти через два месяца. Как потом рассказывал врач, операция была не очень простая, потому что ему еще пришлось отрезать кусочек тела ГОФ и что-то еще там сделать, но все прошло успешно. Часов пять после операции я не чувствовал ног, но зато в этот же день, под ночь, когда захотел пить, пошел за водой на своих двоих. Хромая и потихоньку, но все же сам, с этого началось мое восстановление. Мне говорили, бери костыли, а я дурачок, наверное без костылей с одиннадцатого на первый этаж осторожно ходил. Начал разрабатывать так, а потом уже полноценные АФП, ЛФК, лечебные процедуры. Довольно быстро все в итоге прошло, рассказал фигурист. Напомню, в ноябре Яблоков стал серебряным призером этапа Гран-при России в Перми. Чемпионка мира Елизавета Туктамышева объяснила, почему не участвовала в личном турнире чемпионата России по прыжкам. Я изначально подумала, что не буду выступать, потому что понимала, что даже если получится четверной тулуп в командном турнире, то скорее всего, в личном я не буду его делать, потому что устану после командника, а там все-таки надо быть в тонусе. А с одним тройным акселем в личном мне делать было нечего, потому что девочки прыгали бы другие четверные. «Поэтому решила, что спокойно подготовлюсь, тем более что в тот момент я не совсем оптимально себя чувствовала, и это было правильное решение», — сказала Туктамышева. Елизавета рассказала, что отметила день рождения вместе со своей подругой по национальной команде Евгенией Тарасовой. 17 декабря Лизе исполнилось 26 лет, а Евгения отпраздновала свой 28-й день рождения. Обе фигуристки выступят на чемпионате России, который пройдет с 22 по 24 декабря в Красноярске. Счастливые именинницы отпраздновали свой день рождения походом за сумками. А потом вкусно покушали вместе с Анной Овчаровой, — написала Туктамышева. Чемпионат России еще не успел начаться, а первые скандалы уже начались. Первый канал опубликовал промо-ролик к чемпионату России по фигурному катанию, который стартует 22 декабря в Красноярске. Болельщики сразу отметили, что в виде нет кадров с серебряным призером Олимпиады 2022 года в Пекине Александрой Трусовой. Похолодание между фигуристкой и первым каналом поклонники фигурного катания заметили на этапе Гран-при, когда спортсменка ходила в кофте без нашивки первого канала, а комментаторы не знали в каком тоне говорить о фигуристке. Во время выставления оценок Трусову показывали только крупным планом. Накануне сюжет о Трусовой снял матч ТВ, многие предположили, что скорее всего фигуристка стала сотрудничать именно с этим каналом. После этапа Гран-при у Трусовой попытались узнать в чем же причина отсутствия нашивки, но фигуристка не захотела отвечать на вопрос. Болельщики отмечают, что организатором чемпионата России является Федерация фигурного катания России, а чемпионат России — это не коммерческий турнир, организованный Первым каналом, поэтому канал должен оставаться нейтральным в отношении каждого участника, уверены поклонники. Саша Трусова — фигуристка основы сборной России и всю карьеру представляет нашу страну на самых престижных мировых турнирах. Александра — одна из самых популярных фигуристок в России и мире. Мировая рекордсменка, которая внесла огромный вклад в развитие и популяризацию этого вида спорта, но места ей в промо-ролике не нашлось отмечают болельщики. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, не забывайте о лайках, и высказывайте свое мнение в комментариях. До новых встреч.